Дорогие товарищи, Новый год настает! Сегодня будет не очень новогоднее блюдо, честно вам признаюсь, я сегодня лишь вам расскажу о том, как приготовить хотя бы, знаете, может быть, значит, вот сегодняшний ролик вам подскажет и откроет много всего интересного. Помните, я говорил о том, что после чистки креветок остается много очисток, много очисток остается, вот они. Чистите креветки, не выбрасывайте, не выбрасывайте шелуху головы, тут и все такое. Это распространяется на все виды креветок, больших, маленьких, средних, вареных, красных или не вареных, красных, сырых, серых, зеленых, тигровых, как говорят в России, королевских, королевских. Странные креветки королевские. Ну, возможно, они существуют. Я, значит, больше их либо по геолокации, креветки из Бангладеш, да, и так далее. Они все же, по сути, немножко вот на спине у них есть какие-то полоски. Их же все можно тигровыми обозвать. Но тигровые, на самом деле, креветки, это такие, которые имеют желто-черные полоски, как у тигра, а не как его просто какой-то полосатый зверь. У енота тоже полоски есть, потом есть у всяких лемуров там и так далее. Полоски у кого-то, у зебры. Но, тем не менее, я их называю тигровыми. Тигровые креветки, это те, у которых желто-черные полоски. Что я буду делать сегодня? Я буду делать биск. Биск – это основа всех рыбных соусов. И делается она из рыбы или из крабов или из ракообразных, но там должен быть обязательно хитин. Хитин. Красненький. Для этого мне понадобится, помимо всего прочего, морковь. То есть, по сути, это демик, демигляс, только не мясной, рыбный. Но и готовится, конечно же, он гораздо быстрее, чем демик. Морковку я режу произвольно. Некоторые вообще не чистят, но я предпочитаю ее чистить, потому что чистая морковка гораздо вкуснее, чем не чистая, чем грязная, я имею ввиду. Значит, теперь мне понадобится стебель сельдерея. Очень хороший, вкусный и полезный овощ. Доска у меня маленькая какая-то. Е-мое, тут у меня новые тарелочки просто появились. Я их хотел отвести в одно место, но пока пусть поработают на благо дома. Все эти штуки беру произвольно. Видели, одна морковка, один стебель сельдерея, одна луковица какая-то средняя, чуть, может быть, меньше средней. Режу все прям очень произвольно, любыми кусками. Несколько зубчиков чеснока. Все это вот сюда смешиваю в одну чашечку. И, конечно же, томат. Томат, как говорится, глютамат природный. Томат, природный глютамат. Да и его тоже как попало. Ничего особенного тут нет. Кусок сливочного масла, граммов 30. Зажигаем плиту и начинаем все обжаривать. Чтобы сливочное масло не горело, нужно налить сюда немножко растительного, обычного. И отправляю сюда, ну, во-первых, нужно огонек побольше сделать. И отправляю сюда все овощи, которые есть у меня в тарелочке, чтобы они обжаривались. Все произвольно, вообще не парьтесь над весом, формой и всем прочим. Все, нам сейчас нужно главное добавить сюда лавровый лист. Да нет никого дома. Видно, что лук начал немножко обжариваться. Все, аромат пошел. И теперь пора выкладывать креветки. Ну, вернее, не креветки, а то, что от них осталось. Значит, у меня здесь шелухи с килограмма креветок. Это, значит, примерно процентов 30, ну, грамм 300, значит. Потому что шелухи от креветок много, как бы не казалось, она легкой, она прям, ее очень много отхода. Креветка мелкая. Чем мельче креветка, тем больше от нее отхода. Начинаем все обжаривать. Сейчас смотрим у нас. На дне совсем сухо, значит, можно чуток масла подлить. Вот наличие масла очень важно, потому что именно оно приобретает вот этот вкус креветочный. Ух, вот эта дикая, вот эта мелкая креветка магаданская, блин, такой аромат. Как бы это правильно сказать? Минтаем чуть-чуть попахивает. Хотя креветка очень свежая. Это все, в общем-то, просто зависит тут, видимо, от среды обитания, питания и каких-то ароматических свойств. Ведь все креветки по-разному пахнут. В общем, у меня здесь полный газ. Ай, палец, суп, горячо. И все обжариваем. Так, еще один лавровый листок напополам. Значит, не забываем, что количество тимьяна у нас здесь не должно быть большое. Если по веткам, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну вот восемь, в моем случае, восемь веточек. Это не так много. И вот тимьян как раз делает биск. А так как это соус средиземноморский, он дает ему средиземноморскую нотку. Можно добавить розмарин. Но я розмарин предпочитаю к рыбе не добавлять, потому что он сильно вкус рыбы, так сказать, забивает. А здесь нужно подчеркнуть. Тимьян он нежный, он подчеркивает. Вкус такой делает его ароматным. Теперь соль. Значит, соль в небольшом количестве, потому что жидкость будет упариваться. Все тут будет упариваться. Сейчас пока с ней перебарщивать нельзя. Не забываем, что перед тем, как влить вино, нам нужно дать немножко ароматы чего? Да, правильно, барбекю. Русский вариант. Ароматы барбекю. Что-то тут где-то поджигается, подгорает. Все у нас получается вкусно, ароматно. Раз. Вот. А теперь пора выливать вино. Значит, у меня здесь сколько? 180 миллилитров. Половина, да, это у нас будет 90. Мало. Ну, вот 150 где-то, наверное, бокальчик. Да, рекомендуется, всегда влили. Вот так вот. Как бокал и напись. 150 миллилитров. Это в честных барах 150, а? В нечестных барах там немножко меньше. 130 граммов. И высокая накрутка. Томаты, если они у вас еще не разошлись, нужно помочь им разойтись. Поэтому деревянная лопатка всегда помогает. Вот вроде готовлю на газу, а температуры немного не хватает. Если вдруг что-то пригорает, всегда со дна снимайте. Снимайте, не давайте догорать этому всему. Вину даем упариться. Желательно почти все оно должно выпариться. На дне немножко-немножко должно остаться вот этой кислоты. Тут есть вариации на тему. В ресторанах в некоторых готовят биск, кладут много овощей для того, чтобы снизить себестоимость. С другой стороны, все равно ведь уже креветки съели, за них уже заплатили. Что из этой шелухи там? Зачем добавлять овощи? На мой взгляд, большое количество овощей увеличивает себестоимость биска, а не уменьшает ее. Хотя вот очисток разных от сельдерея там остается, от томатов, что-то какие-то кусочки. Это все идет, как правило, вот в биск. Это все-таки продукт такой переработки. Смотрим на дно. Ну, вот, мало там. Выпарилось еще вот прям пару минут. И главная цель и задача биска, это выварить вот этот хитин красный. Мне даже порой вот хорошо сваренный биск по вкусу напоминает, я всегда переспрашиваю, говорю, вы шафран добавляете? Там столько йода в этой шелухе, что потом бульон становится такой йодовый. Ну, это хорошо, это вкусно. Так можно делать, например, супы. Пюре, креветочки вы обжарили, биск у вас готовый, суп овощной делаете, туда добавляете 3-4 ложечки биска, перемешиваете, креветочками украшаете, оп, все, кушаешь вкусно. Так, аллилуйя, что у нас получается? Ну, вот, мало осталось бульона, видите, совсем чуть-чуть. Ну, то есть это не бульон, это вино. Добавляю сюда кипяченую воду, так, чтобы у меня биск полностью был покрыт. Полностью покрыт, это не значит, что мы варим суп. Это значит, что у нас жидкости немного, и мы пытаемся выварить, концентрировать вкус креветочной шелухи с остатками овощей, лаврового листа, тимьяна и всего прочего. Немножко еще можно. Вот так. Все, мы покрываем, ну, как бы вровень, не вот еще на 3 сантиметра заливаем. Видите, масло уже всплывает рыжее. Это значит, что и морковь, и вот хитин дают нам вот этот вот вкус, цвет и аромат. Все, на медленном огне сейчас закипит, на медленном огне оставляю вариться. Ну, минут 30, наверное, точно надо. Нужно вот, ну, как бы смотреть за состоянием. Здесь нельзя сказать, какое точное количество времени. Кто-то говорит, что он уже 4 часа варит. Кто-то говорит, что там весь день варится. Да можно хоть трое суток его варить. Как бы была бы цель, была бы задача. В общем, на 30 минут его оставляю под крышкой, на медленном огне пусть варится. Короче, варилась у меня эта варева минут 40. Вот смотрите, водички у меня не особо много выкипело, но бульончик получился концентрированный, мощный. Теперь важный момент. Значит, отсюда нужно выкинуть вот эти палки тимьяновые. Потом отсюда нужно выкинуть лавровый лист, потому что он горький. Где еще лавровый лист? Вот. Много тут было лаврового листа. Так, вот еще дерево. Дальше. Как бы это парадоксально не выглядело, но я буду это пробивать блендером. И хочу вам сказать, так делают, ну, несколько десятилетий. Если это был не блендер, то это были мясорубки, еще что-то. Нужно вот эту всю массу превратить в единое целое. Понятно, что пробить очень тяжело креветочный панцирь, он как пластик. Но я потом буду это все цедить. Вот такая каша получается. Да, не там такие моменты, как бы кто-то бьет это все в блендере вот в том, в стакане. Мне понадобится крупное сито и мелкое сито. Как вы поняли, я сделаю вот так вот, сверху крупное, дальше мелкое. Лью, соответственно, всю эту кашку, разбрызгивая по всей кухне. Ложкой протираю. Основная часть гуще стекает, остается здесь. Значит, овощи все стекают на следующее сито. Там часть фильтруется, потому что вот через крупное сито могут маленькие кусочки попасть. Тогда во время поедания у вас на зубах будет такая пластиковая какая-то крошка. В первую очередь мы должны отжать оттуда сок из этого всего жмыха. Во вторую очередь нужно поскрести, погонять жмых по сетке, чтобы мелкая фракция овощей, которые находятся между пластинками хитина, чтобы они ушли вниз, упали. Через марлю процеживать нельзя, потому что у вас на марле останется вообще все, а через марлю пройдет только влага. Но нам все-таки нужно, чтобы часть овощей тоже попала туда, вниз. Итак, нужно процедить все. Как только биск процедился, то есть вот вы увидели, да, крупную фракцию через крупное сито, она остается, мы ее выжимаем, туда попадает уже мелкая фракция. Так вот, в мелком сити, если вы зачерпнете ложкой и попробуете, там, знаете, такие мельчайшие-мельчайшие пластиковые кусочки. Ну вот я про хитин, да, я его называю пластиком, потому что он похож на какой-то твердый пластик, когда жуешь. Ну и вот, короче, это все процеживается, он получается довольно жидкий. Загущают его, я его чуть-чуть нагреваю. Загущают его, как правило, лирисом каким-то. Я, вот вы знаете, не очень люблю его загущать в том смысле, что неохота добавлять туда какие-то углеводы, потому что он сварен такой по раздельному питанию, правильный, классный, несмотря на то, что там есть обжарка, он получается вот такой вот, довольно жидкий. Его можно уварить в два раза. На медленном огне он станет, конечно, немного гуще. Так как все французские соусы загущаются сливочным маслом, ну не все, скажем так, но как бы это правильно-то объяснить, чтобы не натолкнуться на какие-то осуждения. В теплый соус вводится масло, которое не отсекается, как бы при сильном нагревании, а при активном помешивании, там и венчиком в том числе, оно распределяется внутри. Конечно, но в итоге потом в холодильнике-то отсечется, поэтому даже во время застывания его рекомендуется перемешивать и для того, чтобы масло объединилось вместе со всеми этими элементами. Он станет более ровный по вкусу, ну и, соответственно, более густой, если вы, например, используете большое количество масла перед минимальным объемом жидкости. Значит, попробуйте досолить его. У меня получилось где-то вот столько вот биска. Его можно использовать, например, вы пожарили рыбу, отковыряли из морозилки биск, которые у вас заморожены вместе вот тут со всеми солью, маслом и всем прочим. Немножко его упарили, например, обжарили лук, добавили туда вино, выпарили вино, добавили чуть-чуть биска, сделали такую эмульсию и полили этим всем рыбу. Вы можете использовать, например, какой-нибудь суп. Рис отварили, биска побольше, разогрели, немножко рыбного бульона, сделали его жиже, рис отваренный добавили, слегка проварили, чтобы он чуть загустел. Туда бросили кусочки рыбы или креветки очищенные, они схватились, перелили, в зелень и добавили все. То есть биск как бы он идет как усилитель вкуса. Делается из всех ракообразных, как я уже говорил. Кто-то делает и из рыбы его, но из рыбы просто такого цвета не будет. А ракообразные все дают вот этот вот красивый очень цвет. Можно его использовать, например, для приготовления ризотто с креветками или ризотто с морепродуктами. Получается вообще удивительная вещь. Но я еще раз говорю, он используется как добавка. Он может использоваться в чистом виде, но да, мы используем его в чистом виде, вообще без проблем. Вот смотрите, видите, он такой нежно-оранжевый. Кто подписан на меня в инстаграме, видели, я выкладывал с одного из последних своих ужинов кальмар с соусом биск. Ну вот, примерно так я его готовил, за исключением того, что там на ужине я его больше упаривал и подавал уже с кальмаром. И подавал уже с кальмаром. Сюда можно что-нибудь накидать, морепродукты, какие-то кусочки овощей. И получится вот такая вот прекрасная базовая структура, которая называется французский соус биск. Ну, а что попробовать, то, конечно же, надо. Ну, такие щи я люблю, конечно, от всей души. Вкусно, вкусно. Здесь нужно просто по соли, по количеству сливочного масла это все довести. Получается идеально. Не добавляйте много черного перца, иначе будет горчить. Не добавляйте лавровый лист в блондирование, а иначе будет горчить. Вы видели, что траву все выкидывать, иначе это все будет горчить. В остальном получается совершенно сливочный соус. Если вы сюда добавите еще немножко жирных сливок и взобьете его, то он будет еще нежнее, еще вкуснее. Для чего я все это вам рассказывал и показывал? Прежде чем что-то выбросить, подумайте, ведь всегда из этого можно вынуть вкус. Даже из шелухи. И вкус этот порой даже намного интереснее и вкуснее, вкус вкуснее звучит как. Чем сам основной ингредиент. С наступающим Новым Годом вас, друзья! Пусть ваш год будет вкусный, красивый и счастливый. Пока!